Чернецов Алексей Владимирович, иконография Суздальских дверей XIII века, позднейшие параллели. И после этого доклада уже будет дискуссия по всем, я так понимаю, прошедшим докладам. Я так понимаю, что мой доклад до некоторой степени выбивается. Из большей части прозвучавших вчера и сегодня докладов, хотя бы потому, что он посвящен предмету, который не связан с нахождением в земле, в культурном слое. Это, значит, известные двери Суздальского собора. Поскольку этих дверей двое, если кто не знает, и они покрыты многочисленными изображениями. Там одних многофигурных композиций, порядка 50, плюс еще есть изображения отдельных святых и так далее. То я буду говорить о специфических отдельных сюжетах узких. Значит, ну что можно сказать об этих дверях? Здесь вы видите фрагмент декора этих дверей. Украшены они в очень сложной технике огненного золочения. Украшают западные и южные порталы собора Рождества Богородицы в Суздале. Собор этот был построен в 1220, ну, в таком виде, в каком дошла его нижняя часть в 1222-25 годах. Значит, соответственно, не могут быть эти двери быть изготовлены раньше. И по всем, так сказать, усредненным соображениям они были изготовлены в 30-е годы. Во всяком случае, я думаю, мысли отдельных исследователей, что одни из этих дверей могли зашкаливать и уходить в эпоху после монгольского нашествия, я думаю, что это невероятно, потому что это очень дорогая вещь, и два набора этих самых дверей, они явно представляют собой единый комплект, единообразно в нижней части украшены изображениями близких грифонов и драконов. Значит, вот эти самые двери украшены в весьма, так сказать, таком, не надо прельщаться декоративным эффектом самого по себе сочетания черного лака и золоченого рисунка, но они действительно, в самом деле, если посмотреть, изысканно изящно изображены все фигуры тщательно, так сказать, видимо, хорошие иконописцы были привлечены, помимо ремешленников, к изготовлению этих композиций, поэтому это можно рассматривать как шедевр столичного искусства, шедевр столичного искусства, несомненно, испытавший сильнейшее влияние византийских образцов. Но о византийских образцах в данном случае я говорить не буду, просто мы будем это иметь в виду. Что изображено на двух дверях, значит, этого собора? Они изображены, украшены, как я говорил, очень многочисленными изображениями, причем они, грубо их можно поделить на две серии. Главные западные двери Суздальского собора, это их фрагмент, украшены сюжетами так называемого праздничного чина, двунадесятые праздники. Но когда мы имеем дело со сложным памятником и говорим, так сказать, обобщенно, даем характеристику композициям, то, к сожалению, всегда приходится говорить «да, но за исключением». Так вот, значит, действительно, вот тут мы видим крещение Господне и преображение, но на самом деле в том же ряду, не только на этом памятнике, могут оказываться изображения, которые никакому празднику не соответствуют. Это, скажем, изображение распятия, это центральный момент евангельских повествований, но это все-таки не праздник. Великая Пястница – это не праздник. Кроме того, можно было бы сказать, что это основные сюжеты евангельского цикла, тоже не скажешь, потому что кроме сюжетов евангельского цикла есть изображения сошествия Святого Духа, которые не в евангелях, а в деяниях апостольских. И нельзя сказать, что это, значит, новозаветные сюжеты исключительно, потому что в состав двунадесятных праздников уверенно входит успение. Так вот, такого типа, такого круга набором украшены эти самые западные двери Суздальского собора. Эти изображения чрезвычайно распространены, их много везде, повсюду, в фресковых росписях, в резьбе мелкой по камню, в прикладном искусстве, где угодно. И в частности, впоследствии, значит, вот этот самый праздничный чин составляет значительную часть знаменитого русского иконостаса. Ну вот по этой причине, если мы устремимся, так сказать, устремим свои желания к тому, чтобы сравнивать эти композиции со всем тем, с чем можно сравнивать более или менее близким по временям, то мы, конечно, утонем в материале. Западные двери собору украшены, то есть, тьфу, южные двери украшены в основном сюжетами, связанными с культом ангелов. Опять-таки, как и в первом случае, здесь нужно сказать, что есть исключения. Кроме культа ангелов, есть композиции, в которых никаких ангелов нет. Это одна из таких композиций «Сотворение Адама», другая композиция «Каин убивает Авеля», вот, значит, такие есть. Адам нарекает имена зверям. То есть, встречаются некоторые композиции, в которых этих самых ангелов нет, но в большинстве, значит, эти ангелы имеются. Для сравнительного анализа желательно искать, по возможности, более близкие памятники, памятники аналогичного значения, то есть церковные же двери, во-первых. Во-вторых, русские я в данном случае памятники использую, хотя византийским, конечно, тоже нужно уделять внимание. И, во-вторых, значит, тоже памятники украшены в технике огненного золочения. Такие памятники, так сказать, в известном количестве существуют, я их буду в дальнейшем перечислять. Но их не так много. Они создавались, так сказать, по одной-две-двум штукам в столетие. О каких-то из них, мы знаем, по летописи сами вещи не сохранились. И каждое из таких изделий воспринималось современниками как экзотика. Обычно последующие поколения не верили, что это русское изделие, считали, что это привезли из Корсуни или еще откуда-нибудь. Во всяком случае, не оттуда, где они находятся. Вот, значит, наиболее близкая и наиболее полная аналогия к главным западным дверям собора – это новгородские двери 1336 года, изготовленные для собора Святой Софии по повелению архиепископа новгородского Василия. И, как на них написано, при князе Иване Даниловиче Калите, при посаднике Федоре Даниловиче и при Тысячском Аврааме. Этим, значит, дверям не повезло. Двери в 1570 году были вывезены Иваном Грозным, перемещены в Александровскую слободу и находятся ныне в Покровском, который теперь переименован в Троицкий соборе Успенского девичьего монастыря. Вот эти двери имеют в качестве преимущественных сюжетов те же самые сюжеты, что и западные двери, а именно те самые церковные праздники с некоторыми, так сказать, изменениями и дополнениями. И надо сказать, что новгородские двери 1336 года – это не единственный памятник, украшенный в такой сложной и дорогостоящей технике. Есть еще такие царские двери, царские врата. Надо сказать, что я использую для церковных дверей слово «двери» принципиально, потому что так пишется в письменных источниках, в летописных упоминаниях, и непосредственно на дверях 1336 года написано, что эти двери изготовлены по заказу архиепископа Василия. И более того, там представлен сидящий на престоле Христос. Христос делает в руках раскрытую книгу. На книге написано «Аз есмь дверь, мною аще, кто гнидит, спасется». Так вот, с этими дверями 1336 года по стилю очень большое сходство, как установил Виктор Никитич Лаварев, обнаруживают так называемые лихачевские, из коллекции Николая Павловича Лихачева, царские врата. Это более… Значит, вот вратами в церкви называются не двери в собор, а называются двери в алтарь. Вот алтарные двери, которые имеют важное литургическое значение, только они в церкви называются, так сказать, по церковной эмплотуре вратами. Теперь, значит, вот на западных суздальских дверях 21 пластина из числа, имеющих многофигурные композиции, украшены 12 сюжетами, которые представлены также на новгородских дверях. То есть 12 из 21. Покажите следующий, пожалуйста. Вот то, что здесь закрашено серым. Все эти композиции имеют своих дворечников на новгородских дверях 1336 года. Здесь еще имеются три пластины, которые закрашены штриховкой. То есть вот те, которые закрашены серым, они отражают пластины новгородских дверей, изготовленные в XIV веке. При перемещении с места на место двери подверглись переделке, и частично некоторые пластины были дополнены, заменены. Вот еще три композиции имеются. Они украшены косой штриховкой. То есть у нас получается... Я лично сзади не вижу эту стрелочку. Получается, значит, короче говоря, 15 из 21 пластины являются композициями на одну и ту же тему. То есть создается, открывается реальная возможность прямо сопоставлять между собой композицию на ту же самую тему одних дверей и других, и говорить, что изменилось в иконографии, что изменилось в стиле и так далее. Теперь перейдем к новгородским дверям. Следующий вопрос. Вот это, значит, новгородские двери. На них то же самое мы можем видеть. Серым изображено то, что он повторяет все это, и сузыцкие двери. Мы видим штриховки, это пластины дальнейшей литобавки, которые, возможно, имелись в новгородских дверях XIV века. И поноворонное повторяет это, возможно, что это и не так. Но, в всяком случае, здесь это отмечено. Ну, внизу и в сузыцких дверях, и в дверях 1336 года помещены сюжеты, так сказать, менее почетные, менее священные. На сузыцких дверях это сюжеты, связанные с Великой на Погороднице, и с какими-то эпизорами, привезут, так сказать, посмертность судьбы. Там, внесение тела Богородицы на агре, одна из сцен, и сцены положения ризы, положения пояса, и, так сказать, покров. Покров в то время был в новом продукте, поэтому вот так, значит, получилось. Как вы видите, две серии дверей обнаруживают достаточно большое количество совпадений, чтобы, значит, вот их можно было сопоставлять. Теперь попробуем посмотреть, как эти повторяющиеся ситуации друг друга повторяют. Как вы имеете, пожалуйста, следующее. Вот эта композиция изображает крещение Господня на фундерских дверях. Вы здесь видите, что стиль достаточно изящный. То есть изящно трактованы одежды, изящно трактованы ручки, ножки. Изящно трактованы складки на одеждах. И даже вот, казалось бы, такими золотыми штрихами поди, изобрази воду, она тут изображена так, что она вроде как бы струится. Теперь посмотрим, что происходит в XIV веке. Пожалуйста. Как вы видите, фигуры становятся гораздо более грубыми. Особенно посмотреть на ручки, ножки и на лики. В общем, происходит чрезвычайное равнодушие нападает на мастеров, которые все это изображают. Тоже касается и горок, но я бы сказал, что самое поразительное – это, конечно, изображение воды. Изображение воды в виде параллельных ломаных зигзагов – это что-то чудовищное, вообще говоря, для средневекового искусства. Это напоминает древние егиды больше всего. И вот мы с этим сталкиваемся на галерях 1336 года. Положится следующее. Следующее. Вот это вот имеем мы, по счастью, единичную параллель к этой композиции. Вот такая пластина по каким-то не очень ясным данным была найдена в Старой Рязани и находится на вооруженной палате. По-видимому, датируется тем же временем. И те же самые, мы видим здесь черты огрубления и черты вот эта самая вода, злополучная вода, точно так же изображена. Вот вам, так сказать, наглядное изменение стиля. Можно сказать, все что угодно проявит самый позднейший стиль. Можно сказать, что этот стиль, так сказать, по-своему выразителем. Можно сказать даже, что он по-своему аристократичен, потому что вообще-то для примитивного искусства характерны приниженные пропорции большеголовые фигуры. Здесь наоборот, на дверях 1336 года мы видим сильно удлиненные, преувеличенные вверх растянутые фигуры. Ну, теперь, значит, вот обратимся к такому вопросу. Если мы вообще занимаемся вопросом о том, насколько средневековым мастерам давалась передача реальных объектов, то здесь большую роль играет тот случай, когда есть объемные изображения. В объемных изображениях особенно бывают видны недостатки стиля. В объемных изображениях, так сказать, ну, то есть есть там какие-то выпуклые детали, ну, вот посмотрите, какие львиные маски украшают Суздальские двери. Покажите просто. Вот такие замечательные львиные маски. Я бы сказал, что нельзя сказать, конечно, про эту львиную маску, что она реалистична. Ну, что же время. Нельзя не отметить, что достаточно сложные планы какие-то, выпуклости, пуплости имеются. Имеется даже какая-то такая трогательная челочка на лбу у этого льва. А тут еще из этой львиные маски, что любопытно, это то, что вот это кольцо, оно завершается на самом деле откованными дракончиками из железа. Вот у них носики, глазики, лапочки и то откованные. Это, так сказать, в общем, большое искусство кузнеца требовалось, чтобы такие сделать кольца. Вот. Значит, вот это можно вроде бы сравнивать с белокаменной резьбой. Но белокаменная резьба, конечно, и львиные маски – это разное. Но все-таки давайте посмотрим. Следующий, пожалуйста. Вот в том же самом Суздальском соборе мало резьбы, но есть. Вот есть такие львы тоже по сторонам дверей, по сторонам южных дверей, других, там, где нету львиных масок. Вообще-то львы, конечно, они плоскостные в основном, но поскольку морда как раз приходит на схождение грани блока, то она получается практически трехмерная морда этого льва. Давай, еще, пожалуйста, скажите следующим. Вот такой вот симпатичный лев. Мне кажется, что это явно тот же самый образ носился в головах, что резчика по камню, что изготовителя вот этих самых львиных масок. Просто разные материалы, они немножко, конечно, чего-то требуют от художников. Что происходит с львиной маской на дверях 1336 года? Это просто ужас, подготовьтесь. Вот это львиная маска. Можете ли вы вообще узнать, что это лев? Я бы даже сказал, что есть сомнение, что это животное, но вы мне, наверное, скажете, что таких ушей у людей не бывает. На это я вам отвечу, что, может быть, это и не уши, потому что такие же ушки у него и снизу. Тут имеются тоже эти самые ушки. Значит, пластики, морды, извините за выражение, никакой. Это просто какой-то выпуклый овал, полусфера какая-то выпуклая. В сущности глаза и губки бантиком трактованы практически графически, линейно, крайне примитивно. Но что самое удивительное, что лев, вообще говоря, по замыслу, как и в Древнем Риме и вообще во всех временных масках, лев должен в пасте держать это самое кольцо, а здесь дырки в щеках, рот туда не достает. Так что, в общем, полный ужас. Пожалуйста, еще одну покажите, там, может быть, лучше что-то видно. Ну, вот, видно эти ушки снизу. И вот здесь хорошо, между прочим, видно, это вот пластина XVI века, совсем по-другому трактованы одежды. А вот это пластина, скажем, XIV века и пластина XIV века. Понятно, что довольно разительно отличается трактовка в разные времена. Пожалуйста, следующее покажите. Не только реальные такие существа, как лев, подвергались в XIV веке деградации. Сверху это грифон с западных дверей Сузельского собора. А внизу это грифон, который украшает лихачевские царские врата XIV века, о которых я вам говорил. То есть вы видите, что даже, оказывается, в области фантастических зверей можно работать в более изысканной манере, в более утонченной и в более, так сказать, зверской. То же самое касается, между прочим, если вы присмотритесь, и вот этих растительных плетений. Здесь они вот какие красивые, здесь они вот какие грубоватые. Отчего такая грубоватость? К чему все это? Очевидно, надо учитывать, что между дверями суздальскими и дверями новгородскими пролегает грандиозный, так сказать, вот разрыв. А именно монголо-татарское нашествие, которое произвело тяжелейшее впечатление на народ. Причем не только на народ, но и на элиту. Потому что новгородские двери создавала элита и для элиты. Создавал новгородский архиепископ для главного храма Новгорода. И если он вот, и несомненно, среди там его мастеров, среди его окружения были люди, которые бывали в Суздале и видели в Суздальские двери. И мастера хоть понаслышке о них слышали. Но вот, так сказать, им было не страшно такое сделать. И новгородскому боярству, новгородскому духовенству было не страшно на все это смотреть. Вот это очень любопытно, и мне кажется, это наглядный такой пример. И очень ясный, потому что, ну, то, что новгородские двери 1336 года – это произведение элитарного искусства, это высокодорогостоящее украшение для главной святыни города, это очевидно. Но, тем не менее, вот то, что мы имеем, мы имеем вот в таком виде. Но, собственно, я еще хочу один маленький сюжет затронуть. Ну, все-таки любопытный, поскольку касается дальнейших судеб гривнерусского искусства. Дело в том, что есть целая серия дверей, причем большая, которая относится к XVI веку. Эти двери XVI века находятся в Кремлевских соборах. Две пары створок находятся в Благовещенском соборе. Одна пара дверей находится в Успенском соборе. И, наконец, три пары дверей еще в одном соборе, в Троицком соборе, в Ипатьевском монастыре, в Костроме. Тот самый Ипатьевский монастырь, где отсиживался будущий царь Михаил Федорович. Ну, в общем, знаменитый монастырь, связанный с Годуновыми. Кстати, двери Ипатьевского монастыря, они известны. Заказчик их, значит, Дмитрий Иванович Годунов, дядя Бориса Годунова. И изготовлены самые поздние двери, которые изготовлялись в такой технике, где-то в 1595-96 годах, когда этот самый Дмитрий Иванович Годунов давал деньги на понавление собора. А все это известно по документу 1609 года, так что датируется достаточно точно. Теперь вот два сюжета я вам покажу. Это сюжет видения Иаковом таинственной лестницы на сударских дверях. Ну, Иаков, как известно, куда-то там шел, прилег отдохнуть, ему привиделась лестница, в которой поднимались и опускались ангелы. Но тут как-то не все кругло, на самом деле, даже на сударских дверях. Дело в том, что в Библии сказано, что они, как сказать, ходили по лестнице, а на лестнице утверждался Господь. Правда, в тексте, который написан на дверях, написано, что Господь утверждался на них, то есть на ангелах, а на лестницах. Но все равно Господа никакого, как вы видите, нет. Это интересная особенность дверей. Посмотрим на двери Благовещенского собора Московского Кремля, западный портал. Пожалуйста, вам Иаков лежит, ангелы, значит, движутся. Бог, пожалуйста, вам утверждается на лестнице, Господь наш Иисус Христос присутствует. Но кроме Господа и Господа Христа появилась еще и Богородица, о которой никакой Верхий Завет, естественно, не упоминает. Откуда появилась Богородица, Богородица появилась из поднейшей христианской традиции, из богословских традиций, гимнографии. Ну, вот в Акафестве Пресвятой Богородицы сказано, радуйся, лестнице ты, и не иди в Бог, а лестнице небесным. Вот таким образом это появилось. Еще появился такой вот бассейн, на котором написано «Кладезь». Кладезь – это, значит, известный топоним в Палестине. Сейчас всегда передают про погоду, какая погода в Беершеве. Вот это Беершева. Кладезь клятвенный, где Авраам клялся старем Авимилехом о мире. Вот на месте этого собора проходил Иаков, но этот колодец вовсе не находился на месте, когда не находился там, где, так сказать, Якова явилась лестница. То есть здесь совмещены разные временные и топографические объекты. Пожалуйста, следующий. Следующая история – это Валаам, языческий волк, который собирается проклясть сынов Израилевых, и он преграждает путь ангел. Вот, естественно, волк, он духовно слеп и не видит ангела. Ангела видят только ослица. Валаам начинает бить ослицу, и тут, значит, появляется ангел. И, в общем, становится ясным, что Валааму надо остановиться. Опять-таки здесь есть какие-то особенности, которые не совсем соответствуют Библии. В Библии сказано, что в руках у ангела находился меч, и что этим мечом ангел преграждал Валааму дорогу. Но здесь образ ангела обобщен, так сказать, образ ангела вообще. У ангела вообще, его, так сказать, орудие труда – это такой посох мерила, так называемый. Вот этот посох мерила здесь подменяет то, что написано буквально в тексте Библии. Вот Благовещенский собор. Здесь, пожалуйста, вам не только меч, о котором говорится в Библии, но и на ангеле мы видим воинский доспех, о котором уже в Библии не говорится, и воинский плащ. То есть здесь происходит вот такое вот изменение. Ну и что еще интересно, это то, что появляется здесь звезда, и в этой самой звезде Иисус Христос. Это звезда содержания дальнейшего после этого эпизода с ослицей, эпизода Библии, где Валаам произносит пророчество благожелательное об Израиле и говорит, что «воссияет звезда Атеакова». Вот эта звезда Атеакова, по мнению позднейших богословов, это, конечно, было предчувствие Иисуса Христа. Ну и Христос здесь, значит, тут появился благополучно. Вы видите, что по отношению к искусству домонгольского времени гораздо больше насыщено литературным, так сказать, и бытийским содержанием эти изображения. Более того, они перенасыщены богословским смыслом. Если, так сказать, на суздальских дверях можно было умолчать о существовании Бога на небесах, то здесь его изобразили, и даже еще вместе с Богородицей. Вот, значит, это все отражает, собственно говоря, важную тенденцию в древнерусском искусстве, которая в XVI веке особенно, но это, конечно, можно проследить в христианском искусстве и раньше, но в XVI веке очень сильное было, так сказать, такое течение в древнерусском искусстве в пользу всяких сложных теологических загадок. Ну, достаточно вспомнить знаменитую икону 1547 года из Благовещенского собора «Единородный сыни». Ну, о ней многие писали и в XIX веке, и в нашем веке. Ну, есть много таких икон. Я сейчас покажу, так сказать, просто несколько другую картинку. Покажите последнюю картинку. Это вот картинка из лицевого летописного свода Ивана Грозного. Это, значит, 70-е годы XVI века. Но вот вы не поверите, и никто, я думаю, не мог бы ни поверить, ни догадаться даже и в XVI веке, что эта картинка посвящена противопоставлению католицизма и против православия и отстаиванию догматов православия. Это можно, так сказать, понять только, прочитавши прилегающий текст. В прилегающем тексте сказано, что вот, значит, Иоанн Златоуст в своих поучениях пишет, что Ветхий Завет и Новый Завет, они друг другу противоположны. Значит, в Ветхом Завете был Жезл Ааронов, а у нас теперь Крест. В Ветхом Завете был Агнец, а у нас теперь Христос. В Ветхом Завете было Писание, а у нас теперь Христос. И вот здесь Христос занимается, значит, тайные вечери раздает квасные хлебы, а здесь, значит, тут нечистивые опресноки. Уж не знаю, кто тут на заднем плане. Один вариант, что это евреи, другой вариант, что это католики, которые тоже, значит, вот причащаются пресными обладками. Про эту картинку могу вам сказать только одно. Поверьте мне на слово, я показывал эту картинку одному джентльмену солидного возраста, более солидного, чем я, который собаку съел в области богословия, в области древнерусских текстов, включая самые сложные, и в области иконографии тоже. Я об иконах писал много. Я ему показал, он на меня обиделся, потому что он не мог угадать, о чем это. Вот это вот такая загадочная картинка, типа того, что называется армянская загадка в народе. Ну, собственно говоря, вы видите, что таким образом сравнение однотипных предметов, украшенных однообразными, так сказать, сопоставивыми сюжетами на протяжении столетий дает картину. Но если к этому прибавить, то есть гораздо более ранние византийские двери, которые сюда можно было бы приплести, но в рамки такого доклада это не влезет. Вот, короче говоря, благодарю за внимание. Кстати, да, кстати, в воскресенье нас ожидает праздник торжества православия. Уважаемые коллеги, есть ли вопросы к докладу или все потрясены сравнениями? Пожалуйста, есть ли вопросы? Ну, можно я задам вопрос Жилина Наталья из ЗОО? Вот, Алексей Владимирович, в принципе, вы как бы отметили справедливо стилистическое сходство Суздальских дверей и Лихачевских врат. И в то же время, ну, практически, ну, чуть более позднее, но почти одновременное произведение новгородское дает стилистическую разницу очень большую, которую вы тоже показали. Ну, как вот вы это, в принципе, вообще объясняете? То есть, это может быть основание для того, чтобы все-таки Лихачевские врата приблизить по датировке к Суздальским дверям. Вот, как-то это пока, наверное, выглядит не очень все-таки понятно. Простите, я не очень хорошо расслышал. Я не понял, чем вы предлагаете мне чего сравнивать? Лихачевские врата. Я просто... Как вы объясняете сходство Лихачевских врат с Суздальскими дверями и различие почти одновременного памятника с ними же, да? Вот почему практически... Я же соединяюсь в датировке Лазарева, который датировал Лихачевские двери. Это Рыбаков датировал 13 века. Да, да, да. Лазарев сказал, что это одновременно. Я думаю даже, что, откровенно говоря, я думаю, что Лихачевские врата, они капельку позднее этих самых дверей 1336 года. Дело заключается в том, что, видимо, успели все-таки какие-то... Какая-то часть наблюдателей или заказчиков ужаснулась, глядя на лики этих самых вот персонажей на дверях 1336 года. На Лихачевских вратах, если вы, может, обращали внимание, там удивительный существует контраст между изображением голов евангелистов и всем их остальным, так сказать, телом и так далее. Причем это различие не только стилистическое, но и различие в технике. Там каким-то другим орудием, каким-то мелким, типа иголочки или шильца какого-то, они вот эти самые лики сделали какими-то более-менее сносными. Во всяком случае, гораздо более сносными, чем те, которые на дверях 1336 года. Ну, вообще... Поменялись по мутингу. Ну, для ликов кого-то пригласили, может быть, особенно. Отдельного. В принципе, вообще говоря, при... Неужели не могли их в 1336 году, если эти самые ремесленники немножко были косоруки, неужели нельзя было пригласить какого-нибудь иконописца? Иконописцев в каком-то количестве все-таки были, ну, сравнительно приличные, но нет, оказалось, что не надо. Спасибо. Вот и я тоже удивляюсь, да. Спасибо, Алексей Владимирович. Есть ли еще вопросы? вопрос. Скажите, пожалуйста, вы считаете, что вот эти сударьские врата, они русской работы? это какая-то вот такая... Это один вопрос. То есть, в общем, какое ваше представление о том происхождении в стиле этих врат? И второе, правильно ли я услышал, что фрагмент, который происходит из Старой Рязани, вы относите к XIV веку, а не раньше, например? Вы услышали правильно. Я не единственный, кто так думает про эти двери. Я думаю, что это аргумент к тому, чтобы считать, что в Старой Рязани возобновлена была все-таки церковная жизнь после монгольского нашествия. Какое-то время, лет сто, город как-то еще проскрепел. О сходстве этих пластин я не первый на это сходство указываю. Простите, первый вопрос. Происхождение стиля. Происхождение стиля. Вот. Значит, что я вам могу сказать? Действительно, такой хороший, я бы сказал, византийский стиль этих композиций заставляет, пробуждает мысли, с одной стороны. С другой стороны, что у нас является доказательством византинизма или русизма. Наличие греческих надписей. На судьбских дверях греческих надписей нет. Правда, на дверях есть странные русские буквы. На дверях есть... Тут не на чем, к сожалению, написать. Там, значит, когда нужно написать йотированное Е, то пишется сначала и восьмеричное, и к нему примыкает Е. вместо Е десятиричного вот такая какая-то странная новая буква русского алфавита, короче говоря, появляется на судьбских дверях. Это, конечно, поразительное явление. Я не могу придумать, когда могло заразиться у кого, в чьей, так сказать, дурной голове могла заразиться мысль о дополнении к имеющемуся буква творчества. Причем такое беспочвенное, когда то же самое Е хотите изобразить, то почему бы он не воспользовался уже имеющейся, так сказать, буквой на основе лигатуры, в сущности говоря. Но самое обидное в этой истории заключается в том, что мы отсюда перекидываем мостик знаменитому Суздальскому Змеевику. На этом самом Суздальском Змеевике вообще такие чудовищные буквы. То есть там, если они хотят написать Ю, то они соединяют не И с точкой с Е, а соединяют Е с используют вместо И. И вот это там чудовищное написание, при этом, значит, если Альбина Александровна Меденцева полагает, что Суздальский Змеевик творения рук византийских резчиков, то это вызывает у меня сильнейшее отторжение. И не почему, либо, а потому, что там есть подписи имен святых. Там, где изображены семь спящих отроков ефесских, вот, там несколько отроков ефесских имеют в конце своего имени твердый знак. Твердый знак, но никогда грех Рестик не поставил бы в конце имя своих святых. Это ему совершенно не свойственно. То есть, во всяком случае, буковки резали, очевидно, русские. Но, очевидно, те же самые русские вот эти безумные буквы сочинили. Но я не консультировался, к сожалению, с Гиппиусом. Вообще, это интереснейший вопрос, потому что два феномена, связанных с одним и тем же городом, с Суздарем. Причем, это выдающееся произведение прикладного искусства. Суздарский змеевик и, значит, вот западные двери Суздарского собора. На восточных, кстати, этой буквы чудовищной нету. А тут везде. Покажите первую, пожалуйста. написано «хрещение иер». Видно, как идет? «Преображение иер». Видите, какие иер. Это же, в общем, какое-то чудо природы, которое я не могу до конца охарактеризовать. Короче говоря, если мне придумают такие критерии, с помощью которых можно будет без, так сказать, обращения к надписям и буквам говорить о национальной принадлежности мастеров. Возможно, что были, собственно говоря, раздельные какие-то работы. Мастера делали только лики и фигуры, а из классного патриотизма надписи все писали по-русски. Но это вообще редко бывает. Хочу отметить, кстати сказать, что вот эти самые Лихачевские врата, я уже не стал внедряться в их специфику, но они очень специфичны, хотя бы потому, что там изображены четыре евангелиста. Из этих четырех евангелистов два евангелиста держат в руках текст. И в этом тексте написано начало Евангелия. Соответственно, у Марка тьфу, то есть у Матфея, как и положено, Авраам ради Исаака и так далее, все это значит, как надо. Однако же Иоанн Богослов держит в руках очень грубо, так сказать, изображенные фигуры Иоанна Богослова в виде свитка имеет греческую надпись анархия и так далее. Вначале было слово поразительная вещь, потому что на русских памятниках бывают случаи, когда писали агиос, так сказать, вместо святой по-гречески, но чтобы длинную надпись, впрочем, в некоторых новгородских церквах есть греческие надписи, но это особая статья, я в это не внедряюсь. Есть ли еще вопросы? Если нет, тогда спасибо. Спасибо.